В результате мороза и порывов ветра несколько населённых пунктов в Одесской области остались без электроснабжения. Наиболее напряжённая ситуация в Ширяевском районе. Здесь от непогоды пострадали четыре посёлка. Чтобы восстановить энергопитание, уже несколько суток работают электрики и спасатели. «Уже установлена 31 опора и заменено более 700 метров линий электропередач». Работе специалистов не способствует погода. Дождь меняет снег и гололедица. По словам спасателей, это мешает подвозить электроопоры и провода. Ведь расстояние от дороги до нарушенных участков достигает 20 километров бездорожья. И значительного улучшения погодных условий в ближайшие дни сеноптики не прогнозируют. Очередной опасный тайник. Три десятка гранат, две миномётные мины, три с половиной тысячи патронов, пять третиловых шашек и столько же электродетонаторов. В Луганской области в городе Золотое работники службы безопасности Украины нашли кучу боеприпасов. Находка лежала в подвале нежилой многоэтажки. Владельцы незаконного хранилища разыскивает полиция. Разбойное нападение. Вместо поисков работы. В Харькове двое безработных ограбили автомобильную заправку. Произошло это накануне Нового года. Нашли их уже после Рождества. По данным полиции, угрожая пистолетом, они ворвались в помещение АЗС и вынесли 8 тысяч гривен. Деньги они потратили в тот же день. По словам подозреваемых, на преступлениях подтолкнуло тяжёлое материальное положение. Трагедия по неосторожности. В Запорожье во время пожара погибли три человека. Возгорание произошло на девятом этаже многоэтажки в трёхкомнатной квартире. Сначала пламя охватило мебель и домашние вещи, а потом парализовало всё помещение. Огонь унёс жизни мужчины и двух женщин, которые умерли в реанимации. По словам спасателей, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём. Первый день после каникул для харьковских школьников не обошёлся без происшествий. Вместо того, чтобы грызть гранит науки, дети эвакуировались. Утром неизвестные позвонили в полицию и сообщили о заминировании 53-й школы. Чтобы проверить новость, в учебное заведение прибыли эксперты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Никто не пострадал. Взрывоопасных предметов не нашли. Под Киевом в ДТП пострадали трое детей. Погибла женщина. Произошло всё на трассе Киев-Чернигов-Москва вблизи посёлка Калиновка. По предварительной информации, автомобиль «Черри» на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ.